Всем привет! У меня все как обычно. Вчера было тепло, снимала и шла в свитерке. Было просто даже очень замечательно. Сегодня ветер и холодно. Вышла сначала в курточке, в джинсах. Не-не-не, холодно. Я поздороваться, привет! Я как обычно. Ой, ветер дует, не знаю, будет слышно или нет. Ох, ветер какой! Сегодня просто осень. Дождя не передавали, хотя тучи такие, смотрите. Как бы с дождем. Ну, посмотрим. Ну, Сонечка, я не права. Дождь мне не нужен. Все, кончилось лето. Это лето прошло, это точно уже. Осень. Холодно. Становится. Я, как обычно, иду на тренировку. Здрасте. Соседка. В общем, иду, хотела поблагодарить. Я за завтраком благодарила. Но, может, это видео раньше выйдет, не знаю. За хорошие комментарии, которые вы оставили. Так приятно собралась такая публика добродушная. Спасибо вам всем огромное. Мне было очень приятно это все читать. Надеюсь, что вам было интересно смотреть. Еще тоже пройдусь по комментариям. Очень много хороших комментариев. Но есть вот комментарии. Такое отчаянное. Отчаяние у девочек. Моего возраста. Немножко старше. Потому что болезни одолели. Это, конечно, очень грустно. Но хочется сказать, чтобы не отчаивались. Вот я уже когда-то видео выпускала про самовнушение. И рассказывала, как я в весе, в котором у меня был. Да, я каждую ночь как молитву читала. Вернее, засыпала под слова, что я прошу здоровья, благополучия, достатка, любви. Это я повторяла, пока не засыпала. Потому что вот в Библии даже пишется, что по вере дается. Во что веришь, то и будет. Вот мы верим, что если мы сунем руку в огонь, то нас обязательно обожжет. А есть же люди, которые ходят по раскаленным углям ногами. И их не обжигает. Или по стеклу. Понимаете? Они верят, что им ничего не будет. Но вера должна быть абсолютной. Но так как мы не можем этого. Хотя бы заниматься каким-то самовнушением. Что все будет хорошо. Просить здоровья, благополучия, достатка, любви. Я думаю, что, как бы говорится, вселенная откликнется. Еще хочу, чтобы девочки, которые с ногами проблемы. Или еще что-то от большого веса. От какого-то неправильного питания. Вот вы пишите свои истории. Я, может, даже буду их зачитывать. Просто это для других, как бы, предупреждение. Я понимаю, что нужно учиться на чужих ошибках. Но это плохо получается. Ну, когда ты будешь это рассказывать очень часто. Я думаю, комментарии многие читают, будут перечитывать. Может, кого-то, даже одного-двух человек, это торкнет, как говорится. И он начнет заниматься своим здоровьем. Было бы очень неплохо. Мой автобус. Так что я вовремя пришла на остановку. Я немножко с вами поговорила. Ну, все. Я на тренировку. Так, ну что? У нас традиционно. Что, Таня? Кафе. А что, мы не виделись с самой вечеринки. Надо же обсудить последние новости. Вот машины тут переход. Пропускайте нас. На улице прохладно. Вовремя я купила курточку. А то я в том году уже померзла. Как я в том году не была. Сколько? Тысячи четыреста? Ну, да. Нормально. А я вчера что-то у людей была. Она мне, правда, и нагрузила, и уедала. Видите, фонтан так и работает. Ну, а, весь работает. А тот раз я снимала, думала, что его уже опломбировать. Его просто почистили и опять включили. Люди на лавочках сидят, отдыхают. Наслаждаются последними приятными деньками. А может, они последние. Просто отдыхают. И мы с Таней идем. Сейчас будем отдыхать. Пришли с Татьяной в кафе свое. Сегодня такой столик у нас. Цветочков нету что-то сегодня. Осень. Осень. Ждем свой заказ. Спасибо. Ага, да. Спасибо вам большое. Девочка нам такая красивая принесла. Американа. Тане. Чашулечку. А мне капучино. Чуть-чуть побольше. Ну и сахар. Ну, мы сахар берем домой. Собираем. Коллекционируем. Все. Посидели. Лизиком потрепали. Можно идти домой. В час автобус у нас сколько? Там 20 минут. Как раз должны доехать до остановки. Вот такая погода. Вот такой вид у нас тут. Как-то тихо сегодня. Не шумно. Бывает так шумно. А это сегодня тихо. Интересно. Это сырное королевство. Долго тут продержится. Тут что-то каждый месяц меняется магазин. То кафе там было. То один магазин. Второй. Это уже третий. Наверное, за год. Или четвертый. Ну что, Тань, пойдем. Какие виды тут у нас. Я опять приехала на конечную. Купила хлеба. И пшену. Может капусняк сварю. Люблю капусняк. Так, что я хотела сказать. Хотела еще рассказать вам. Продолжение утрешной темы. Может будет кому интересно. Еще одну историю, так сказать, про себя с молодости. Как-то так я вспомнилась она мне. Правда, я про нее не забывала. Просто решила с вами поделиться. В общем, когда-то давным-давно, в общем, я, ну, многие видели, что у меня много книг. Я очень любила читать. Еще в детстве думала, боже, помру и всех книг не перечитаю. Ну, в детстве какие были книги? Сказки. Сказки народов и сказки про дедушку Ленина, которые я перечитала в библиотеке все. Что про Ленина, это было как-то, ну, как сказка. Ну, ладно, я не о том. И вот однажды я прочитала сказку. Ну, как обычно, я вам суть немножко расскажу. Там очень подробно я ее не помню. Просто остался у меня в памяти смысл этой сказки. Значит, прочитала сказку. Там, как обычно, три, значит, брата. Младший, старший, средний. И вот к ним пришла как бы или судьба в гости. Ну, что-то я уже не очень помню эти все подробности. И вот спросила, кто как хочет хорошо жить. Значит, три варианта. Один в молодости, один, значит, в средний возраст и в старости. Ну, значит, как обычно, старший выбрал себе в молодости. Думаю, пока молодой. Буду гулять. Наслаждаться жизнью. В средний, в среднем. Ну, а младший же выбрал как в старости. Все с него посмеялись, а что там в старости уже. Какой уже может быть, какая может быть уже интересная жизнь. Ну, в общем. И, сами понимаете, кто, кто был в молодости, гулял, наслаждался жизнью, прогулял все, что можно. И нищим, так сказать, и умер. В среднем тоже там не очень хорошая история произошла. Ну, а тот, который выбрал себе хорошую жизнь в старости, тот, значит, пока был молодой, значит, набирался, так сказать, опыта, терпел всякие неудачи. И к старости он стал жить хорошо, припеваючи. В общем, все у него было прекрасно. И вот, помня эту сказку, вот я о том, что мы себя все-таки, наверное, больше программируем. Вот почему-то мне эта сказка вошла в душу, в мою голову. И всегда, когда у меня было неприятности в жизни, я о ней вспоминала. Я всегда говорила, ну, все, это вот в молодости эти все неприятности, а в старости у меня будет все хорошо. Поэтому я как-то верю, поверила в эту сказку, может быть, сама себя запрогламировала. И я теперь считаю, что у меня будет все хорошо, все прекрасно, и у меня будет все, что я хочу. В общем, вот такая вот история из моей жизни. А у вас такие были, посещали вас такие в голове мысли, фантазии, можно сказать. Может, я себя в самом деле запрограммировала, потому что молодость и, так сказать, средние годы были не самые лучшие в моей жизни. А сейчас мне, например, стало жить очень интересно. Может, больше понимаю, больше знаю, больше ценю. И мне сейчас очень интересно, и всех к этому призываю. Вот такая очередная сказка от Виктории Константиновны. Ловите. Ну, это я к тому, что нужно все-таки, если не веришь во что-то, все-таки, наверное, себя как внушать себе, что все будет хорошо. Я не знаю. Но это как-то работает. Это точно работает. Я еще вспомнила одну историю, но я расскажу вам в следующий раз. На границе того, как я была толстая и как я решила похудеть, и что со мной произошло. Тоже вспомнилась мне сегодня. Но это будет уже другая история. А сейчас все. Я пришла домой практически. Сейчас попробую выложить видео, и будете смотреть, кому интересно. А, кстати, хорошо.